Друзья, мы рады продолжать. И настало время поговорить о качестве доступности и опыте Dodo Engineering по этому поводу. Встречайте, пожалуйста, нашего следующего спикера Юлию Крупину. И сейчас маленький организационный момент. Не забывайте оставлять обратную связь. Это здорово и полезно всем спикерам. Юля, пожалуйста, тебе слава. Ребята, привет. Меня хорошо слышно? Супер, отлично. Это мой первый раз, вы у меня первый. Спасибо, что вас так много. С названием, я думаю, вы уже познакомились. Давайте приступим. Как вы уже знаете, меня зовут Юля. Я занимаюсь тестированием мобильных приложений в компании Dodo Engineering. И сегодня мы с вами поговорим про доступность. Поговорим о настройках доступности, какие они бывают. Поговорим о тестировании на реальных примерах. И в конце я вам расскажу о будущем доступности в Dodo. Кому будет полезно провести со мной это время? Тем, кто планирует внедрить доступность. Тем, кто хочет, чтобы их продуктом пользовалось большее количество целевой аудитории. И тем, кто вообще хочет понять, что это за зверь такой и с чем его едят. Скажите, пожалуйста, точнее поднимите руку. Кто-нибудь знает, что такое доступность? Вау, вас много. Супер. Это прикольно. Тогда, наверное, вот такая картинка вам о чем-нибудь договорит. Часто такое встречаете? Супер. Отлично. А такое? Все. Отлично. Кажется, это должен был быть пандус. Я, правда, не очень понимаю, каким человеком нужно быть, чтобы по нему добраться. И сейчас я вам привела примеры плохой доступности городской среды. Варламов говорил, что доступность – это забота об удобстве использования продукта в любых обстоятельствах, с которыми могут столкнуться люди и в любой среде. Возможно, те, кто знает о доступности, скажут, что, да блин, это для людей с особенностями или с ограничениями. На самом деле это не так. Так. Проблемы доступности и в приложениях могут быть не только на уровне какой-то постоянной травмы, но также проблемы использования приложения могут быть ситуационными, например, когда вы сломали руку, или временными, точнее, наоборот, временными, когда вы сломали руку, и ситуационными, например, когда одной рукой вы держите ребенка или пакетик с пьем. Так. А что же это за настройки доступности такие? Для того, чтобы адаптировать наше приложение по доступности, нам на самом деле не нужно изобретать велосипед, потому что в наших смартфонах уже все есть. Скажите, вы знакомы с такими настройками? Может быть, кто-нибудь их вообще использует? О, класс. Прекрасно. Есть такие люди. Это здорово. Настройок доступности на самом деле огромное количество. Кто не знаком, вы можете открыть свой смартфон, зайти вам на iOS, вам нужны блок с универсальным доступом, а на Android вам нужны специальные возможности. И вы можете посмотреть, что это за настройки. Так как я уже сказала, что таких настройок огромное количество, и адаптировать свое приложение под все настройки – это какая-то утопия, нужно определить, какие же настройки конкретно вам нужны. Мы в Dodo навесили аналитику и получили такие данные. Оказалось, что 32% наших пользователей включают хотя бы одну настройку доступности. 20% клиентов включают настройку по увеличению шрифта. И 4% включают голосовой помощник. Мы с ребятами покумекали и такие, ну все, тогда понятно, с чего начинать адаптацию приложения, с чего начинать тестирование. Об этих настройках мы сегодня с вами поговорим. Увеличение шрифта, увеличенный текст в мобилках я буду называть как настройку Dynamic Type. А голосовой помощник – это VoiceOver на платформе iOS и TalkBack на платформе Android. Я вам расскажу про наш опыт тестирования на платформе iOS, но это, естественно, можно смаппить и на Android, если вы начнете, например, внедрять доступность с платформы Android. Мы начали с iOS. Итак, Dynamic Type. Что это за настройка такая? Эта настройка помогает пользователям, у которых не такое четкое и ясное зрение, как у Ястреба, использовать приложение, как им хочется, в доступном формате, не используя очки, линзы и так далее. Они просто идут в настройки, увеличивают шрифт, и получается вот примерно такое то, что вы видите на экране. Давайте разберем на примерах. Вот так выглядит приложение для людей с единицей или чуть меньше. Вот так вот видит наше приложение человек с плохим зрением на стандартном шрифте. А вот так вот должен был бы видеть наше приложение человек с плохим зрением, и у которого включена эта настройка. Но если вы, как и мы, раньше не задумывались о доступности, будет что-то такое. Тут наверху невозможно разобрать ни текст, ни что-то из элемента, ни вообще за что он отвечает, и что нам с ним нужно делать. Или вот посмотрите на следующий экран. Как вы думаете, есть ли здесь какая-то проблема? Потому что выглядит он как адаптированный, заголовки большие, вроде все видно, можно прочитать, он доступен. Поднимите руку, кто считает, что он окей. Ага, окей. Мне нравится, что никто не поднял руку, потому что да, действительно с ним проблемы. Невозможно ввести что-либо, но даже если у вас получилось вызвать клавиатуру, и вы начали вводить и улицу, и дом, это нигде не отобразится, и ничего вы не увидите. Так, предлагаю перейти к тестированию. Что можно сделать хотя бы на минималках, чтобы ваше приложение было доступным. Я советую начинать с основного флоу. Почему это важно, и почему именно основное флоу? Когда мы с ребятами только начали заниматься доступностью этим проектом, занимаются отдельные ребята пока что, мы так воодушевились, что в мир выписали все наши экраны, которые у нас есть в приложении, и пошли их в разнобой тестировать. Мы совершенно забыли о том, что у нас есть главный критический путь, и что клиент в любом случае должен сделать то, зачем он пришел в наше приложение. И получилась такая штука, что клиент мог выбрать пиццу, даже добавить адрес каким-то образом, нажать на кнопку «оформить заказ», но не мог его оплатить, потому что поля для ввода данных в карте как бы были ему недоступны. Поэтому, если вы начнете внедрять доступность, начнете тестировать, обязательно обратите внимание на основной флоу. Когда вы разобрались с основным флоу, и вы знаете, что клиент сможет сделать все, что он хочет, ну почти, главное, что он сможет сделать то, зачем он действительно пришел, то для чего и созданы ваши приложения, вы можете обратить внимание на живой интерфейс. Что он из себя представляет? Вот эту картинку вы уже видели. Здесь ничего не понятно, непонятно ни что это, невозможно прочитать, он нам недоступен. Выглядеть это должно приблизительно так. Есть элементы, которые, возможно, не стоит увеличивать, или нельзя, либо еще какие-то проблемы. Можно всегда выйти из этого решения вот так вот, чтобы клиент зажал, остановился на элементе, зажал и получил всплывающее окошко, где видно, что он может сделать, и он может выбрать, как он хочет получить свою пиццу на доставку или в зале. Когда вы разобрались с живым интерфейсом и с основным флоу, можете переходить на следующий классный уровень. Это правильно адаптированный интерфейс в вашем приложении. Что он из себя представляет? Сразу скажу, что это не истина в последней инстанции. Вы можете сделать как-то по-другому. Это просто наш опыт. Надеюсь, вы все уже пообедали, потому что мы сейчас долго будем смотреть на пиццу. Вот у нас есть экран. Здесь у нас есть картинка, название пиццы, еще пару текстов, кнопку «Убрать ингредиенты», свитчеры для выбора пиццы, для теста и дополнительные ингредиенты. Давайте разберемся, как можно было бы его увеличить, чтобы экран был доступным и контекст для пользователя не терялся. Нужно ли увеличивать картинку, если она и так, собственно, большая? Да, можно. Нужно не обязательно, но можно, потому что важна не форма вашего продукта или нашего, а начинка, поэтому мы увеличили. Заголовки и текст, естественно, мы увеличиваем. Что делать с дополнительными ингредиентами, которых очень много? Можно было бы просто увеличить экран, и получилось так, что какая-то часть ингредиентов оказалась бы где-то за бортом, и непонятно было бы, можно это скролить, нельзя и так далее. Поэтому мы пришли к тому, что сделали, что один дополнительный ингредиент получается на экране, и их можно скролить. Видно, доступно, читаемо. Как изобразить то, что элемент выбран, то есть то, что клиент выбрал то, что ему нужно? В обычном формате это галочка и какая-то окантовка. Здесь галочку уже, конечно, никуда не впендюришь, поэтому можно полностью закрасить слот, и главное сделать окантовку четче и больше. Что делать вот с этими свитчерами, как на примере с доставкой в зале или на доставку, можно сделать дополнительную всплывающую штучку, где клиент будет видеть, какой у него есть выбор, сможет тапнуть, и, собственно, все будет у него окей. Итак, давайте прорезюмируем. Для тестирования шрифтов на платформах, для хотя бы минимальной доступности, я понимаю, что это, возможно, очень сложно сразу внедрить, достаточно начать с основного флоу, чтобы ваш клиент мог сделать то, зачем он пришел. Это уже хорошо, это уже классно, и это уже полезно. Дальше вы можете переходить к тестированию интерфейса, чтобы и другие экраны были доступны клиентам. И самый последний уровень — это правильно адаптированный интерфейс, чтобы все ваше приложение было полностью как конфетка. Следующая настройка, о которой мы с вами поговорим, — это VoiceOver. Так, я хотела вам продемонстрировать, как работает VoiceOver. Я даже видео специальное записала, чтобы вы наглядно посмотрели, как работает фокус по экрану и что в этот момент делает голосовой помощник. Но у нас возникли некоторые технические проблемы, и мы, кажется, не можем его вам показать. Итак, короче, смотрим на картинку. Видите наверху, где Нижний Новгород фокус? Черная рамочка. Если бы у меня получилось запустить видео, вы бы услышали такую, типа, женщину, возможно, кто пользовался голосовым помощником, знает вот этот вот голосок. Нижний Новгород. Вот это вот. Дальше бы я сместила фокус. 140 каинов. Кнопка «Поиск». Вот, собственно, что из себя представляет VoiceOver. Для того, чтобы этот фокус перемещать, вам нужны базовые жесты. Вот часть базовых жестов, с которыми вы можете ознакомиться. Также можете найти их у себя в телефоне, либо вообще загуглить. Когда вы поняли, что такое VoiceOver, когда вы научились работать с телефоном как сенсорной панелью, для того, чтобы взаимодействовать с этим фокусом, вы можете приступать к тестированию этой самой настройки. И одна из главных, на самом деле, и частых проблем, и решение, которое поможет очень быстро считать ваше приложение адаптированным под доступность, это подписанные неправильные элементы или неподписанные элементы вообще. То есть первое, что вам нужно сделать, это пройти фокусом по всем элементам на экране. Что это из себя представляет? Вот вы видите заголовок. VoiceOver достаточно такой, типа, простой парень или девушка, что видит, то и читает. Вот он, заголовок, он так и прочитает. Пепперони. Дальше пойдет. Здесь он уже такой 30 см. Традиционное тесто. 570, знак плюс-минус 50 г. Ну, такое себе. О доступности говорить не приходится. На деле должно быть 30 см. Традиционное тесто. 570, плюс-минус 50 г. То же самое касается всех сокращений. То есть если это будет, например, кнопка с ценой, там будет 30 знак рубля. Так не должно быть. Типа VoiceOver должен говорить 30 рублей. Что делать с кнопками, у которых нет названий? Потому что с кнопками, у которых есть название, VoiceOver поступает обычным образом. Он просто читает то, что написано на кнопке. Здесь доступность теряется. Но VoiceOver очень хочет сохранить доступность для людей, которые настройку включили. И он такой, ну, ладно, буду читать название картинки к этой кнопке. А как вы понимаете, она может быть не очень прикольная и непонятная. Что в этом случае нужно сделать? Нужно VoiceOver дать понять, как конкретно называется эта кнопка. Вот это вот наверху слева, галочка вниз, это закрыть дополнительный экран. Значит, так и должно называться. Закрыть. Вон та сумочка, это корзина. Значит, VoiceOver так и должен сказать, ребята, это корзина. И вот эта вот с точечкой внизу, это пищевая ценность. VoiceOver должен сообщить клиенту, вашему пользователю, что это пищевая ценность, это кнопка, и с ней можно что-то делать. Когда вы разобрались со всеми элементами, когда вы поняли, что все, что на экране, озвучивается голосовым помощником, вы можете переходить к проверке интерактивных элементов. Интерактивные элементы, это те элементы, с которыми клиент и пользователь может взаимодействовать. То есть, если это кнопка, он может на эту кнопку нажать. Вот здесь у нас кнопка убрать ингредиенты. VoiceOver говорит убрать ингредиенты. Кнопка. И пользователь, который пользуется этой настройкой, понимает, что по нажатию на эту кнопку можно что-то делать. Ваша задача проверить, что все интерактивные элементы озвучиваются правильно. К ним добавляется либо кнопка, либо элементы и так далее. После того, как вы разобрались с элементами, убедились, что интерактивные элементы работают, вы можете приступать к проверке ваших сценариев. Но здесь есть классная и интересная вещь, так как восприятие ваше с мобильным телефоном, и с фокусом, и с включенным телефоном. Да, такое себе. Если там будет какая-то проблема, вы, скорее всего, ее не поймете, потому что вы смотрите на экран, видите, как у вас ходит фокус и так далее. Вам нужно выключить экран. Либо завязать вам глаза. Смаппели, да, с названием? Либо попросить друга, чтобы он завязал вам глаза или закрыл. И вот только тогда проверять ваши проверки, кейсы, общий сценарий, в общем, то, для чего и нужно ваше приложение. И если в этот момент вы понимаете, что у вас не получается пройти сценарий, вы не знаете, что делать, вы запутались, ничего не понятно, есть несколько вариантов. Либо вы так и не поняли, что такое вейсовер, и не научились им пользоваться, либо все-таки ваше приложение еще не достаточно адаптировано. И следующий очень важный пункт – это регрессионное тестирование. Я понимаю, что, возможно, кто-то вообще не тестирует, но если вы начнете, не забывайте про регрессионное тестирование, потому что это очень важно для клиентов, которые постоянно пользуются голосовыми помощниками. Если их привычные сценарии вдруг перестанут работать, это для них будет очень плохо и травмировано. Закрепляем. При тестировании вейсовер лучше всего начинать с элементов и проходиться по ним фокусом, и посмотреть, подписаны они или не подписаны. Дальше, когда вы с этим разобрались, нужно проверить интерактивные элементы, что по ним можно нажать, они работают и что-то происходит. Дальше вы завязываете глаза и делаете общие проверки, чтобы полностью погрузиться и воспринимать ваше приложение именно так, как его воспринимают люди с включенной настройкой. И, конечно же, не забывайте про регрессионное тестирование, потому что это очень важно для ваших клиентов. Возможно, у вас возникли вопросы, а как лучше сделать, а как правильно, вообще на что можно опираться, потому что доступность — это весьма непопулярная вещь. iOS занимается доступностью 2008 года. У них есть гайдлайны, вы можете в них погрузиться, и, собственно, там остаться и застрять, и больше никогда к доступности не возвращаться. А я советую вам к прочтению книгу. Это книга про доступность на платформе iOS. Это первая книга на русском языке от нашего разработчика Миши Рубанова. Ну, и также советую подписаться на наш телеграм-канал. Мы там рассказываем, как тестируем наше приложение. Минутка рекламы закончилась. Что я еще хочу сказать? Хочу сказать, что доступность — это не фича. Не получится один раз адаптировать ваше приложение и забыть об этом. Думать о доступности нужно на всех этапах. И при дизайне, и при разработке, ну, и, конечно же, при тестировании. И еще одна мысль, наверное, самая главная, с которой вы должны сегодня уйти, что минимальная доступность лучше, чем ее отсутствие вообще. Не нужно бежать и тестировать ваше приложение под все настройки, которые есть в вашем телефоне. Достаточно знать о том, что они существуют и в какой момент они могут быть полезны или не полезны. Если у вас есть анимация, значит, эта анимация должна выключаться. Если у вас есть видео, которое включается автоматически, значит, оно не должно включаться автоматически, если такая настройка у человека выключена. И, собственно, немного додо, что нас ждет дальше. На скрине вы видите разработчика, это Миша Рубанов, который, собственно, написал книгу. А рядом с ним наш первый тестировщик, незрячий, который помогал адаптировать приложение, наше приложение под настройку VoiceOver. Как я вам уже сказала, я вам рассказывала этот доклад на примере тестирования на платформе iOS. То есть основным фокусом в дальнейшем это продолжить, естественно, поддерживать доступность и улучшать нашу доступность на платформе iOS, но также подключить платформу Android. Про нее мы, конечно же, тоже не забываем. Ну и пока мы будем получать такие отзывы, мы будем верить, что мы все это делаем не зря, что мы действительно помогаем людям и делаем чью-то жизнь гораздо лучше. Ну и в заключение хочу сказать вам, что главное принять этот факт, что доступность – это не только про людей с ограничениями, это про каждого из нас. А доступность позволит вам увеличить количество пользователей вашего приложения, потому что оно будет доступным для всех людей, какие бы настройки они не включили. также вы сможете благодаря доступности выйти на новые рынки, потому что доступность в некоторых странах прописана на законодательном уровне, например, в Великобритании, Индии, в странах ЕС. Ну и также доступность и поддержка доступности повысит вашу крутость, и этот пункт мне нравится больше всех, потому что кроме того, что вы будете делать классный бизнес и получать за это деньги, вы будете делать чью-то жизнь значительно лучше. И это очень важно. Ну а здесь вы можете оценить мой доклад. Спасибо. У нас есть значительное время на вопросы. Микрофон уже бежит. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Я очень рада, что наконец-то в России начали заниматься accessibility и продвигать это. Это круто. У меня вопрос такой, немножко провокационный по поводу увеличения текста. Вот вы говорили, что есть какие-то элементы, которые мы не можем инкризить. Допустим, показывали пример со свитчером, который нужно зажать, и появится у нас уже большой текст, который можно выбрать. Вопрос, как вообще пользователь должен понять, что он может совершить это действие, когда для него это просто серое пятно, непонятно, что оно делает, почему он должен, ну как он должен понять, что там можно зажать, чтобы увидеть крупный текст. Насколько мне, если не изменяет память, то это не удовлетворяет критериям VCG. Вот, может быть, я ошибаюсь и уже отстала от мира. На самом деле, хороший вопрос. Не знаю, как. Возможно, это пока еще только часть нашего решения, потому что мы только недавно начали этим заниматься. И хотя бы, чтобы соответствовать нашему принципу, минимальная доступность лучше, чем ее отсутствие, мы решили сделать так. То есть не факт, что это так останется и в будущем. Здравствуйте. Было указано, что это все-таки не фича, а кто в данном случае был заказчиком? Потому что выглядит это все как такая большая, дорогая доработка, приложение, и как что-то из области e-commerce, когда люди все-таки должны развивать вот площадки за счет того, чтобы увеличить доходность. Но процент вот таких вот людей с ограниченными возможностями достаточно маленький. То есть кто в данном случае был у вас заказчиком? Сами вы это делали или не сами? То есть не хочется на пустом месте начинать развивать эту фичу именно. Вот для меня это видится фичей. Окей, хорошо. Я поняла. Да, у нас это началось, собственно, с Миши Рубанова. Он решил, что доступность нужно поддерживать, собрал аналитику. То есть сначала мы начали с поддержания доступности, а потом с тестирования. Даже вот такой процесс у нас был. Опять же, я пыталась до вас донести, что это не про людей с ограничениями. Почему? Сейчас докажу. На самом деле должна была привести эту историю. Забыла. Кто-нибудь делал операцию на глаза? Да, и вот, супер. Наверное, я не делала, но мне друг рассказывал. И у него была проблема. Он такой, знаете, все сам. Он приехал один, сделал операцию, никто его не забирал. И он не видит ничего, что происходит в приложении, не может с ним взаимодействовать. Не стоял там, орал в клинике, что, господи, помогите мне, пожалуйста, вызвать такси. А на самом деле, если бы он знал, что у него есть такая настройка, как бы умел бы ей пользоваться, у него бы не возникло никаких проблем. Мы все с вами стареем. Извините, пожалуйста. И как бы вам все равно в любом случае когда-нибудь придется трогать эти дополнительные настройки. И улучшая приложение сейчас, вы делаете вклад, между прочим, и в свое будущее тоже. Мы не меряем это такими метриками, что вот это там, господи, огромное количество людей, сейчас мы с них столько денег заработаем. Нет. На самом деле конверсия с людей, которые возвращаются к нам, которые там 4% с включенной. Мой сайвер очень большая. И, по-моему, неплохо. Спасибо за доклад. Хотела спросить, тестируете, адаптируете ли вы приложение под максимально возможный размер шрифта? Да, это были примеры, кстати, максимально возможного шрифта. На iOS это, кстати, Dynamic Type. На Android это немного по-другому. Там нет такого прям максимального количества увеличения. Там есть обычное, и можно использовать лупу. А вот это вот прям максимальное увеличение, это именно на платформе iOS. И этим мы, собственно, и занимаемся. Спасибо. Я передам микрофон вот здесь, потом вопрос придет в первый участок. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вы упомянули о том, что доступность приходится поддерживать на всех этапах. Да, то есть обработка, тестирование. А как, собственно, при изменении функционала приложения, при добавлении новых фич, сделать так, чтобы старая доступность не сломалась? То есть есть какое-то автоматическое тестирование? Ну, вообще оно есть. Да, можно. Но мы пока туда не лезли нашей командой тестирования. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. Такой у меня вопрос. Как продать идею заниматься accessibility, допустим, продукту? Как вот преподнести вот эту ценность? Не только потому, что там вот мы хотим, чтобы это приложение было удобнее и для таких людей, и, допустим, какие еще аргументы можно привести, чтобы продать эту нужность? Ну, на самом деле тестирование доступности это же всего лишь одна маленькая часть тестирования юзабилити-тестирования. А вот мы здесь делаем лучше, как бы, да, наше приложение будет классное, но если люди просто не хотят немного еще и помогать другим и делать для этого приложения лучше, не знаю, можно начать собирать какие-то метрики, конверсию и так далее, убедить клиент, убедить своего продукта, что такие люди тоже возвращаются, их чек выше среднего, и для них нужно улучшать это приложение, чтобы они оставались и делали нам деньги. Есть ли вопрос в деньгах? Спасибо. Есть ли еще вопросы? Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты говорила, что на общих проверках можно завязать глаза, нужно завязать глаза. Да. Вот. И отсюда стоит вопрос, какой самый сложно воспроизводимый кейс людей с дефектами доводилось пробовать, пытаться воспроизводить? У нас нет конкретных кейсов таких людей. У нас есть обычные наши сценарии, и вот мы стараемся под эти сценарии адаптировать наше приложение. Бывает такое, что, например, экран не скроллится. И не скроллится в смысле посредством базовых жестов voiceover. И как в этот момент ведут себя люди, которые, допустим, слепые, или не видят экран, они выключают настройку voiceover, вот так вот пролистывают экран и снова включают настройку. Вот. То есть наша задача, чтобы те кейсы, которые делают обычные люди, эти же ровные кейсы, могли и делать и люди с такой включенной настройкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...